машины поставлены на рынок около 6000 машин но имеется ввиду компания грима поставила самая распространенная модель в этой линейке работает с ракторами мощностью от 150 лошадей ну и потребность в ядравлике где-то порядка 56 литров должна быть интересное то что комбайн может работать путем обогащения так это допустим копалочка проходит выкладывать в междуряди и комбайн идет уже копает два ряда и подбирает принципе кому интересно будет посмотреть сейчас на рынок выходят более совершенные машины машины серии его это его 260 6 тонны его 280 восьмитонный бункер увеличена площадь сепарации есть возможность на новых комбайнах полностью гидравлические приводы всех транспортеров всех сепарирующих устройств далее идет первый просевающий транспортер второй просевающий транспортер транспортер крупной ботвы первое сепарирующее устройство ежикова размера xl второе сепарирующие третье сепарирующие убы это пальчиковый дальше уже идет у нас инспекционный стол и загрузка в бункер бункер 6 тонн коллеги но нормальный хороший комбайн если так по производительности сказать при урожайности допустим 50 50 тонн выкопает где-то ну 5-6 6 гектара в день это точно вы можно ну хорошо очень регулируется кабины регулирует да в принципе если мы подойдем кабины мы сейчас его механизатора спросим как он ну вы работаете да как машина вам нравится отличная машина порядка 10 минут бункер это около 5 тонн чистой картошки интересные регулировки у вас же там по моему идет от скорости движения регулировка сепарирующих регулируются сепарирующие транспортеры регулируется вибрация то есть рисун отсеивает мусор скорость подачи в бункер регулируется регулировок очень много в основном все на гидравлике но если кому интересно можно приоткрыть так заглянуть да вы видите что идут у нас и пульты и джойстиковые можно работать есть у нас видеонаблюдение для того чтобы механизатор там не оборачивался назад не смотрел назад а спокойно видел весь процесс копки картофеля начиная от первого транспортера и заканчивая сепарирующими устройства полностью можно наблюдать из кабины трактора по мониторам если какая-то проблема возникает высвечивается ну затор может быть где-то может быть под намотала что-то срабатывает автоматика идет сигнал механизаторов стоят датчики нагрузки все видно все прекрасно у комбайна есть еще такая вещь как контроль проскальзывания он там может немножко оборотов увеличить если не помогло ну и сигнал зазвучит надо выходить я в двух словах скажу что компания гриме это полностью производство овощей начиная от подготовки почвы и заканчивая закладкой или отгрузкой с хранения машины есть на любой вкус что касается картофеля свеклы столовой или же допустим морковь лук также у грима есть свеклоуборочные комбайны под сахарную свеклу поэтому номенклатура достаточно большая да то что касается картофельной техники наверное порядка 70 моделей присутствует на российском рынке ну то что я говорил о подготовке и отгрузка хранения значит от комбайна чтобы нормально принять продукт тот же картофель существует приемные бункера ну на данном мы видим один из самых больших это рх2460 в исполнении xxl 21 куб у него бункер прием машина полностью вся на гидравлике работает большая станция гидравлика позволяет нам безступенчато регулировать сортировальные вальцы фракционирующие землеотделительные плюс допустим можем использовать систему турбоклин для очистки вальцов в автоматическом режиме посмотрите я хотел бы обратить внимание сразу вас на донный транспортер донный транспортер с достаточно глубокими карманами что не позволяет даже при полной загрузке картофелю скатываться назад то что касается управления управление идет как вы видите там пульт висит где мы можем регулировать скорость донного транспортера скорость вращения вальцов раздвижение между вальцами для фракционирования камней и также на этой модели стоит система которая контролирует от высоты загрузки скорость подачи продукта донным транспортером далее что у нас попадает на первую группу сортировальных земледелительных вальцов регулировка производится с пульта управления пульт управления вот он вы вальцы раздвигаете идет мелкий комок идет может быть где-то мелкий картофель на отводящий транспортер дальше идет группа фракционирующих вальцов где мы можем там допустим отрегулировать чтобы продукт падал с диаметром там 30-55 и то что свыше 50 идет уже на 3 транспортер отводящий транспортеры они реверсивные развивается в любую сторону но к сожалению здесь у нас производители другой техники они наверно вам больше про нее расскажут ну вот в принципе у меня все они две группы здесь вот смотрите да идет у вас 8 и 7 идет 8 земледеляющих фракционирующих вальцу 7 и 8 земледеляющих мы уже много лет производим надежное и недорогое оборудование для сельского хозяйства из наших цехов выходят машины из которых выстраиваются технологические линии для приемки на хранение за выемки с хранения сортировки и предпродажной подготовки на данном хозяйстве также представлена наша техника установлена довольно давно показала себя только с хорошей стороны надежная ремонтно пригодная и высокопроизводительная об этом можете поговорить с местным механизатором он вам все расскажет вот кроме того мы единственные в россии производим автоматизированные роботы полетоукладчики эти роботы предназначены чтобы заменить ручной труд тем самым сократить фонд оплаты труда примеру наша линия совмещенная с автоматическим фасовочным комплексом и роботом полетоукладчиком готова выдавать 20 тонн в час то есть если допустим период в году когда цена на картофель или на другие овощи резко повышается и фермеру просто необходимо увеличить свои отгрузки на нашей линии он может отгружать до 20 тонн в час вот это роботы они не пьют не курят не уходят на обед готовы отгружать 24 часа в сутки на данный момент реализовано более 30 проектов по россии они используются не только в овощной тематике также используются на производстве сухих смесей ну пшеницы муки все очень что отгружается в мешках что касаемо окупаемости на нашем сайте представим калькулятор где вы можете вбить свои данные сколько вы отгружаете какое у вас количество грузчиков и посчитать срок окупаемости в среднем такая линия с автоматической фасовкой и роботом-палет-укладчиком окупается за один год но это в зависимости сколько овощей вы закладываете на хранение наша фирма занимается непосредственно упаковочными материалами то есть если наши полет агропартнеры они занимаются непосредственно производством оборудования до изготавливает его и поставляет то мы поставляем то что во что вы упаковываете свой продукт эта сетка мешки на рулоны мы являемся связи им представителям компании агроцентра новых технологий также от компании вилмарин поставляем эксклюзивные семена в ассортименте есть сетки овощные мешки полипропиленовый биг-беги то есть все что необходимо для комплексного фасовки и реализации сетевые и на рынке упаковочные материалы целом наверное все много рассказывать не буду поэтому если какие то вопросы возникнут я еще здесь обращайтесь поможем спасибо